А в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума на Ленфильме проходит фестиваль народов с севера душа России. В программе выставки, мастер-классы, кино, фокусе, современное переосмысление традиции исторического наследия и уникальных ремесел коренных народов с севера. Елена Красильникова передает из северной столицы. Мы идем во внутренний дворик легендарной киностудии Ленфильм и видим ретро-автомобили, все они участвовали в съемках. Вот этот, например, в фильме Авдотьи Смирновой-Вертинский. Сейчас на территории Ленфильма развернулся фестиваль народов с севера душа России. Перед нами национальное жилище. В каждое можно зайти и вам все подробно расскажут. А сейчас слышите эти звуки? На большой сцене выступают лучшие, самые крутые этномузыканты страны. Пойдемте послушаем. На фестивале только участников полтысячи. Это те, кто сохраняет национальную культуру в регионах. Ремесленники, художники, дизайнеры, музыканты, артисты, сотрудники музеев, видеографы, кинодокументалисты, представители креативных индустрий. Очень яркие личности, очень кочевники в том числе представлены в совершенно бесконечной палитре и очень такая атмосфера дружественная. То есть здесь здорово. Вот результат граффити соревнований. Художники нашей республики Максим Омпелев, Анастасия Юрьева и Наталья Павлицкая оставили на память Ленфильму «Егморта». История показана нашего человека с нашей республики. Скажите, а уже зрители как-то подходили, спрашивали, что это, кто это? Конечно, подходили. Также брали интервью, фотографировались вместе с нами. Очень много друзей появилось с других городов. В главном здании киностудии размещается выставка «Забытое ремесло» Лидии Костыревой. Здесь же мастера коми знакомят гостей с верхней вачегодской пижемской росписью, традиционным ручным ткачеством, обработкой соснового корня, показывают, как сделать подвеску морожка из полимерной глины. Тем временем на главной сцене фестиваля выступают не только музыканты и артисты. Здесь идет показ коллекции одежды, созданных этнодизайнерами. Среди них Лана Баховская из Соктовкара. Одежда с какими-то этнолементами, она актуальна вообще по всей стране, по всей России. Это вспоминается, просыпается и становится актуальным и желанным. В нашей республике это тоже уже давно практикуется, я бы сказала так. И люди на самом деле, женщины хотят иметь в себя такие платья. О коме уже на лекториях рассказывают представители музеев и агентства по развитию туризма и продвижению республики. На фестивале северного кино демонстрируют документальную картину Юргана Усцелема и музейные мультфильмы. И даже в предметах, привезенных другими регионами, наша делегация ведет свое родное. Все очень символично, что несмотря на то, что нет коми-чума, все равно мы его нашли. Потому что вот здесь наши коллеги из музея под открытым небом Торума представляют тот самый тип жилища, традиционного жилища северных народов, которые когда-то коми-оленеводы переняли у немцев, а ханты и манси переняли у коми. Так что вот можно сказать, вот наш коми-чум. Завтра, в заключительный день фестиваля, здесь выступит государственный ансамбль песни и танца имени Виктора Морозова «Асья Кыя». А сегодня программа завершается северным арктическим хороводом дружбы, который объединяет людей из разных уголков необъятной России. Елена Красильникова, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган», Санкт-Петербург.